Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим говорить о том, как омолодить наше лицо при помощи биологически активных точек. И эти точки расположены у вас на лице. И вы на них можете воздействовать в любое время, в любом состоянии. Вы можете это делать в будущей работе, находясь в транспорте, ну и, естественно, перед телевизором дома и вообще в любое свободное время. В прошлый раз я уже назвала 5 точек. Сегодня некоторые из них я повторю, а остальные, они будут, возможно, новыми для вас. Возможно, это будет хорошо выученным повторением, но тем не менее. Мы с вами очень много всего знаем, но очень редко это делаем практически. Я такая же, как и вы в этом плане, поэтому для меня работа с вами, работа в кадре, она, собственно, есть тем, что заставляет меня выполнять, как бы, на самом деле, достаточно рутинные вещи, давно мне известные. Итак, вот эти вот две точечки, которые находятся над бровями, вот в ямочке, да, как бы, это точки очень хороши для того, чтобы восстанавливать тонус мышц лба. И воздействие на эти точки, воздействие мы помним, как, да, мы надавливаем на эту точку, давление увеличиваем, так, как будто бы мы вдавливаем кнопку в стол, да, и вращаем пальчики в одну сторону 8 раз, и в другую сторону 8 раз. Вот такое вот движение вращательное мы делаем по отношению вот к этим точечкам. Точечки убирают также мигрень, восстанавливают кровообращение головного мозга, очень хорошие точечки, запомните их. Следующие точки, они называются нить бамбука, находятся у окончания бровей. Обращу ваше внимание, что давить нужно в сторону орбит. Вот под каждой точечкой, которую я вам показываю, вы ее очень легко определите, потому что каждая из этих точечек находится в естественной впадинке. Впадинки, вот здесь тоже вот такие естественные впадинки, мы на них надавливаем, тоже вот достаточно сильно, так, чтобы вы ощущали, и вращаем вначале в одну сторону, и в другую сторону. Вращение это, оно внешне незаметно, но оно происходит каждый раз, и вот эти вот точки, они укрепляют вот эту всю окологлазную часть, восстанавливают питание, восстанавливают тонус кожи, подкожно-жировой клетчатки, восстанавливают работу мышцы, сосудов, влияют положительно на улучшение зрения. После этих точечек мы переходим к следующим, которые находятся на середине расстояния между верхним окончанием уха и глазницей, вот здесь вот на виске. Они тоже находятся в своей естественной впадинке. Точно так же мы ставим наши пальчики, можно указательные, можно средние пальчики, да, как бы вот я люблю средние пальчики, надавливаем. Эти точки, они очень хорошо ощущаются, и производим такое же вращение. Дальше мы переходим к следующей части этих точек, да, лицевых, и мы переходим в область уха. В области уха, вообще область уха, она богата биологически активными точками, которые связывают, скажем, нашу голову, наш мозг, кровообращение нашего мозга с органами пищеварения. Они связывают нас с желчным пузырем, с мочевым пузырем, с каналом желудка. И вот эти вот точки, они очень полезны в двух направлениях. С одной стороны, они реально улучшают состояние мышц и состояние тонуса кожи лица. С другой стороны, они улучшают слух, они улучшают кровообращение головного мозга, и они улучшают пищеварение. Итак, следующая точечка, они тоже парные, они находятся над кончиком уха. Вот, буквально пол пальчика, пальчик мы прикладываем, и мы находим эту точечку. Точечка очень чувствительная, вы не сможете пройти мимо. И с этой стороны тоже такая же точечка. Точно так же мы осуществляем вот это вот давление массирования этой точечки. Мы вот сделали. Это очень легко делать каждый раз, каждый день, по утрам. Я обычно это делаю. Ну и как бы в течение дня вспоминаете и делаете. Следующая точечка находится за, за, скажем так, вот сразу, есть падинка, там, где оканчивается ухо, да, за границей, ну скажем, боковой границей уха. Да, тоже, здесь тоже чувствительная точечка, находится во впадинке с двух сторон. Это тоже парные точки, точно таким же образом мы их массируем. Таким образом эти точки улучшают сон, улучшают аппетит и пищеварение, повышают активность работы мозга. Ну и как бы, естественно, улучшают тонус мышц. Следующая точечка, вот я как бы, держа пальчики в этих точечках, большими пальцами, да, я иду как бы вдоль уха и попадаю опять в падинку с одной и с другой стороны. Значит, вот эти впадинки мы массируем вместе с предыдущими точками одновременно. Вот, мы проводим такой массаж, он очень чувствительный, этот массаж. Вы можете достаточно сильно надавливать, не бойтесь этого, да, но как бы при этом вы понимаете, что с каждым разом чувствительность будет уменьшаться, болезненность будет уменьшаться. Почему? Потому что будет улучшаться состояние тех органов и систем, с которыми связаны эти точки. Следующая точка находится у окончания, скажем, угла челюсти, прямо под мочкой уха, вот в этой вот области, вот она, там где оканчивается угол челюсти, да. Вот мы сюда устанавливаем большие пальчики с двух сторон, а средние пальчики мы устанавливаем в области козелка, противокозелка, вот он здесь. И открываем ротик, да, вот так, и пальчики попадают в ямочки. Вот эти ямочки, это и есть вот эти вот биологически активные точки, и одновременно мы давим на точечки, находящиеся под нижней челюстью. И вот мы делаем при этом такое вот упражнение, смотрите какое. Значит, вы открываете рот, пальчики попали в точечки, а потом медленно, на выдохе, вы его закрываете. И вы увидите, что ваша челюсть при этом, она не движется равномерно, она начинает вот совершать вот такое вот движение. Что это значит, почему это происходит? Мы об этом будем говорить в следующих наших встречах. Это связано с нарушением в осанке, да, как бы, и вот, когда вы, если вы посмотрите на себя внимательно в зеркало, вы увидите у себя асимметрию. И у меня вы видите эту асимметрию, да. То есть одна сторона лица, она более активная, и вы это видите по губам, например, которые, да, вот с одной стороны губа немножко выше, с другой ниже. Эта асимметрия, она присутствует у всех нас, она присутствует с самого рождения. И для того, чтобы эту асимметрию потихонечку сглаживать или убирать, вот мы делаем это упражнение. Еще раз ставим сюда точечки в ямочке около ушей, большие пальчики под челюстью, и начинаем медленно, открываем ротик, и медленно на выдохе его закрываем. Вот, собственно, вот это упражнение, оно отцентрирует ваше лицо, оно подтягивает вот эти вот мышцы все, которые как бы находятся на нашем лице, да, оно их тонизирует, оно улучшает качество кожи, кровообращение в этой зоне, и способствует тому, что подтягивается вот этот вот нижний, нижний как бы подбородочек, потому что с возрастом начинает отвисать, и отвисает он на самом деле не из-за избытка жира или неправильного питания, хотя это тоже добавляет свои, свои аргументы в эту сторону, но он обвисает именно из-за того, что у нас с детства, с рождения формируется неправильная осанка. Вот у меня, например, это очень ярко видно в моей фигуре, у меня реально есть нарушения осанки, на которые я когда-то не обращала внимания, сейчас эти нарушения, они уже проявляются с точки зрения такого эстетизма, да, как бы мне это не нравится, и поэтому я вот, собственно, делаю, занимаюсь этими упражнениями, коррекцией, и, собственно, эта коррекция дает свои результаты, поэтому в любом возрасте всегда можно откорректировать свое состояние.